Всем привет! Сегодня вопрос по поводу коммунальных услуг и оплаты разницы в платежах коммунальной услуги в частном доме и квартире. Везде свои платежи. Сегодня я ходил перерегистрироваться в МФЦ, а не в МВД. Перерегистрацию я ходил делать для того, чтобы я смог ходить сдавать кровь, так как у меня официальная работа и на моей работе на самом деле можно работать даже находясь в глубокой деревне. Главное, чтобы был безлимитный интернет и скорость доступа была не менее 4 мегабит в секунду. Тогда вы сможете спокойно выполнять всю ту же самую работу, что делаю я. Никаких специальных навыков это не требуется, это не программирование, это работа в колл-центре. В общем по поводу донорства оказалось, что после получения прописки в новом месте нужно, чтобы прошло не менее полугода, прежде чем можно будет снова идти сдавать кровь, стать донором. К сожалению, такие правила, увы. Поэтому буду ждать полгода и когда пройдет время, пойду сдавать снова кровь, копить дни к отпуску. У меня, кстати, моя жена уже тоже работает вместе со мной на моем колл-центре. Вместе работаем, даже в отпуске немножко совпадают. Поставили, чтобы так построили. По поводу оплатить платежей коммунальных услуг и прочих разных затрат в частном доме. Самая главная разница по поводу коммунальных услуг это, наверное, за отопление. За отопление нам набегало, когда мы жили в комнате в Питере, где-то около двух тысяч рублей, плюс различные другие там траты. Выходил где-то около трешки примерно, по-моему, с чем-то за комнату в 18 квадратных метров. Когда мы переехали в Тольятти и стали искать частный дом себе для покупки, наша, получается, коммуналка, но это был летний период, выходила где-то в районе полутора, по-моему, тысяч рублей. Зимой хозяйка говорила где-то около или двух тысяч рублей, а зимой хозяйка говорила, что выходит где-то около пяти с половиной тысяч рублей. Мы выбирали между вариантами купить квартиру в городе или купить частный дом, соответственно, вот где-нибудь там в селе, вот. Ну, выбрали мы село, да, для жизни все-таки. Квартира такой же площадью нам бы выходила по отоплению примерно в районе, ну, вот смотрели, какие-то такие. За зиму у людей стоило это около семи тысяч с половиной, восьми тысяч за двухкомнатную, трехкомнатную квартиру. Ну, здесь у нас выходит все значительно меньше. За газ у нас выходит, то есть за отопление где-то около тысячи, тысяча сто рублей. Это вот, когда у нас здесь морозы были по минус двадцать градусов, мы топились постоянно круглые сутки. Жгли. Электрично она выходит около шестисот рублей, в принципе, как и в городе. Точно так же выходило шестьсот рублей. И вода нам выходит дешевле, потому что здесь у нас стоит, как называется, и вода нам выходит вообще копейки там. Ну, если брать на срок окупаемости, там примерно рублей, может быть, двести в месяц. Ну, а за мусор у нас там, по-моему, рублей двести что-ли тоже идет. Или около того. Поэтому все платежи за дом мы платим на урок раз в год и больше никаких там дополнительных денег не платим. То есть, если посчитать, у нас где-то там на зимний период две тысячи, а летний, там, может быть, в районе тысячи рублей выходит. И то зимний период повышается период, а только то, что отопление мы там ждем и все. Поэтому было просто в частном доме, в принципе, дешевле жить, чем в квартире. Но есть и другие нюансы, типа поддержания технического состояния и прочее. Некоторые люди говорят, что в квартире к тебе придут, специалисты все сделают. Ну, во-первых, не абсолютно все сделают, да. И этих специалистов тоже еще можно будет, возможно, ждать и прочее. Поэтому, в принципе, это на то и выходит по поводу обслуживания и прочего. У меня частный дом, вот на примере моих родственников. Я вижу, что он не требует особых там больших вложений и ремонтов. Ну, поддержание требуется периодически, ремонт требуется периодически. Но все это лучше, чем жить в квартире в сраном подъезде, который не ухажен, например. Вот. Сегодня еще получаю посылку из Китая. Получу я потом пойду на маршрутку домой ехать, как только получу посылку. А жена пошла регистрироваться в местную поликлинику. А потом, как у меня время выпадет, то и я пойду зарегистрируюсь, чтобы мог ходить на больничные, получать дополнительную оплату за больничные листы. Как-то так. Всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк.